Сейчас проведем проверку работоспособности системы. Проверим качество сигнала на путь подразделения пожарной охраны. Проверка пожарной охраны проводится здесь в каждом корпусе. В загородном детском оздоровительном лагере «Дружба» несколько строений, где летом живут дети, а также столовая, развлекательный центр и баня. Тревога о даже незначительном задымлении в любом из этих помещений должна сработать мгновенно. Никакие сбои в системе недопустимы. Сигнал приходит сюда и отсюда уходит на пульт подразделения пожарной охраны. После чего происходит высылка подразделений. Наличие работающих огнетушителей, средств защиты и обязательный инструктаж с персоналом. Сотрудники чрезвычайного ведомства начали тотальную проверку перед началом летнего отдыха во всех 27 загородных лагерях области. Специалисты поясняют, безопасность детей прежде всего. И поскольку лагеря находятся в лесном массиве, надзор за ними не прекратится даже с началом смены. Проводятся тренировочные эвакуации по действиям персонала в случае возникновения природного пожара, техногенного пожара. Средства противопожарной защиты, средства пожаротушения, они постоянно обновляются. Эту новую мотопомпу в лагере «Дружба» приобрели только в прошлом году, рассказывает директор. При помощи такой техники и пожарных рукавов тушить огонь можно из любого водоема. К примеру, из клязьмы, что протекает рядом с лагерем. Но и на самой территории имеется запас воды. 25 кубов здесь постоянно припасены в специальных резервуарах. Такого объема хватит, чтобы заправить 6 пожарных машин. Но не только на противопожарную безопасность сейчас проверяются лагерям. Специалисты учитывают все. Исправность бытовой техники и мебели, игровых и спортивных площадок, безопасность помещений. Проверяют, есть ли у лагеря ограждения в целях антитеррористической безопасности. Если какие-то проблемы высвечиваются, соответственно, ведутся ремонтные работы и устраняются данные проблемы. У нас на территории лагеря 5 камер видеонаблюдения установлены. Впервые в этом году охранять дружбу будет круглосуточно частное охранное предприятие. В полную готовность лагерь приведут к приезду большой комиссии 2 июня. К этому дню здесь еще предстоит провести противопожарную опашку по периметру, а также при помощи специального раствора избавиться от клещей и комаров. Уже 10 июня лагерь откроет свои двери для 150 школьников. А всего в области этим летом отдохнут около 20 тысяч ребят. В загородных лагерях, палаточных и дневного пребывания, а также в лагерях труда и отдыха. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал.